Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня. Сегодня у нас будут фавориты за лето. Какие-то мои масс-хэвы. Я подумала, почему бы и не записать такое видео, ведь лето подходит к концу и у меня так много продуктов, которые мне нравились. То есть их очень много, но я постаралась для вас собрать самые-самые, наверное, любимчики, чтобы не повторяться. И уже во многих видео они были, поэтому постаралась, в общем, выбрать. Давайте начнем с ухода. Первое, что без чего не обойтись летом, это термальная вода. У меня вот такая от Ларош-Позе. У меня, к сожалению, она уже закончилась. Тут у нас 2 пшика буквально, 150 грамм. Лучше термалки я пока что не пробовала, поэтому я от всей души советую ее, потому что она мелкодисперсная, она хорошо увлажняет. И, не знаю, мне нравится она. А следующее средство это для умывания. Это вот такая пенка черного жемчуга. Это такое легкое, деликатное очищение уже ни косметики, ни демакияжа, а именно вашей кожи. Сначала я очищаю кожу своей мицелляркой, либо гидрофильным маслом, а затем умываюсь вот с помощью такого масла. Но чаще всего вообще я его обожаю использовать именно по утра. У него очень приятный аромат, такой, знаете, я даже не могу сказать какой-то свежести. Аромат какой-то свежести здесь, драгоценные масла, 7 масел, вот, одобрено дерматологом, не сушит кожу, поэтому хорошая штучка. Следующее средство. Я вообще всегда пренебрегаю SPF-ом и для тела вообще редко его использую. Но в этом году я решила, что все-таки нужно это делать, это необходимо. И когда я иду гулять с ребенком, кстати, да, нужно сейчас вот попшикать. У меня вот такая защита 20, SPF 20, средняя степень защиты, сок, алоэ, масло, облепихи. Водостойкий для всех типов кожи, от чистой линии. Смотрите, сейчас я даже при вас покажу, как он. То есть он распыляется и вот так я делаю это, впитываю все в кожу. Чаще всего я наношу тока на руки. Вот, чисто для того, чтобы, я не знаю, для своего успокойства, что у меня, на мне SPF защита. Запах у нее, как и у всех средств чистой линии, такой, знаете, стандартный. Ну, такой, я не скажу, что очень приятный, но и не отвратительный. И последнее уходовое средство, которое я прям обожаю, это вот такая эссенция-бустер от Dr. Pierre Ricard. Я уже делала пост на него. Я просто обожаю это средство, не знаю, как я без него жила. Это, кстати, думала сначала, что это стекло, но это такой плотный пластик, 30 мл. Серия Hydra Rides. Это бустер с компонентами увлажнения, интенсивно увлажняющий гель от морщин. И средство это нужно наносить до крема, либо вместо крема. Но вместо крема на лето, да, на лето вместо крема тоже можно, потому что он дает хорошее увлажнение. Мне хватает два нажатия, очень приятный запах. И после нанесения я его использую под крем все-таки и утром, и вечером. И после нанесения моя кожа как будто говорит мне спасибо, спасибо за увлажнение. Я обожаю вот это. У меня также есть маска Hydra Rides этой серии. Вот, классная штука вообще. И давайте уже перейдем к декоративке. И я постаралась все сегодня нанести на себя, что буду показывать, чтобы было вам нагляднее. Давайте начнем, наверное, с губ, как ни странно. Фаворитов у меня, первое, что у меня на губах, это вот такая помада матовая от Golden Rose в оттенке 21. Видите, на губах, цвет на губах и цвет, сейчас я вам сделаю на сводчике, полностью совпадает. Цвет на наконечнике полностью совпадает. За это я люблю помады Golden Rose. Они не очень точатся, но они очень качественные, в меру стойкие, не сушат губы, бюджетные и вообще крутые, я не знаю, здесь очень много продукта. И второй продукт, это вот такой блеск от Estrada. Вообще, я терпеть не могу блески, я вообще не думала, что мне понравится, нанесла его ради, чтобы показать его вам, в общем, протестировать. Думаю, ладно, нанесу, это у меня 101 оттеночек, но он потрясающий вообще. У него вот такой удобный спонж, достаточно большой, но удобный. Такой еле уловимый запах сладенький, и этот блеск очень хорошо разносится на губах, очень хорошо смотрится, никуда не залазит, ни в какие уголки, ни в обычные бюджетные блески. Они как себя ведут на губах, спустя полчаса, там даже меньше, он вот в полосочку скатывается, либо в уголках губ, этот же нет. И мало того, что к нему не особо липнут, да и волосы на ветру, это огромный плюс просто такого бюджетного средства. И раз мы заговорили об Estrada, покажу вам еще два продукта сразу, которые стали моими фаворитами. Этим летом я, когда у меня нет высыпаний, как сегодня, например, как вы видите, у меня есть некие высыпания. Вообще, у меня летом практически не было высыпаний, когда же Рай не использовала никакой тональный крем, а использовала вот эту пудру. Она мне понравилась тем, что она не матовая, называется Вуаль Натюрель, компактная пудра с зеркалом. Благодаря легкости текстуре, пудра равномерно ложится на кожу, выравнивает цвет лица, и мельчайшие частички обеспечивают естественный свет. Сначала я подумала, что это шиммер, но нет, это вот такие мельчайшие действительно частички, я не знаю, вам, наверное, не будет видно. В общем, здесь есть некие вкрапления, и пудра это не для светлокожек, она такая, знаете, средняя, скорее, в оттеночке 104. Очень мне понравилась, она вот, смотрите, подходит, мне кажется, к моему тонну кожу, еще она с холодным подтоном. Я люблю использовать пудру именно с холодным подтоном, поэтому вообще действительно вещь, несмотря на то, что я не пользуюсь пудрами, вот остальные все у меня лежат, это у меня в деле. И еще одни тени-однушки от марки Эстраде, называются Амбре в номере 210, я уже показывала во многих видео их, в распаковке посылок и в бюджетных покупках. Это вот такое мерцание, переливание, но это очень красивые тени, по эффекту они похожи, как ник жидкие тени, но это только сухие, но они потрясающе красивые. Вы знаете, вот на руке они выглядят обычно розовые, в упаковке они выглядят обычно розовые, но на глазах они раскрываются, играют несколькими красками, просто действительно получается эффект Амбре. Так, что еще у меня здесь, помадка для бровей. Летом я как-то полюбила свою последнюю новую помадку от Makeup Revolution в оттенке Ash Brow. Она очень экономичная, вот она темная, тут вроде немного использована, но она экономичная, потому что часто я ей достаточно пользуюсь. Здесь 2,5 грамм, хорошая штука. Так, следующее, не будем долго заостряться на помадке, я думаю, тональный крем. Из всех тональных кремов, а их у меня очень много, уже больше 10. На лето я люблю вот такую тональную основу от Миши. Это BB крем с SPF 42H, что на лето вообще круто. В оттенке 23 это самый стандартный универсальный оттеночек. Смотрите, сколько у меня нет этого крема. На зиму и осень этот крем не всегда у меня подходит, иногда он как-то, знаете, немного стягивает кожу. Вот, но на лето он вообще потрясающий, у него удобный дозатор. Но, знаете, девчонки, с ним нужно аккуратнее, его лучше нанести меньше, чем много. Потому что, когда вы нанесете много, у вас будет, во-первых, эффект маски, во-вторых, у вас будет сильная серая кожа. Сегодня у меня также на лице, как и помадка для бровей. И лучше я его наношу немножко, а потом добавляю точечно, куда не хватает. И я его люблю наносить руками, а остальными приборами мне как-то не очень понравилось это делать. Вообще, BB крема советуют наносить именно пальчиками, что я и делаю. Следующий продукт, который тоже у меня сегодня на лице, это вот такой Трио от Эвелин. Я обожаю просто его, я не думала, что такой бюджетный продукт будет настолько качественным. Но это реально супер вещь. Я не знаю, я не ожидала такого качества. Что касается хайлайтера, то он меньше всего мне нравится, потому что он, как вы видите, такой достаточно яркий, интенсивный и не на каждый день. А вот что касается румяшек у меня сегодня на лице и бронзера. Этот бронзер, на самом деле, совсем не рыжит. Он с холодным подтоном, такой сероватый, что очень круто на каждый день вообще. И не только летом, но вот летом я прям его затаскала. У всех этих трех продуктов разная консистенция. Вот как вы видите, хайлайтер я набрала спокойно, и тут не осталось ничего, немножко кремообразный. Что касается бронзера, то он прям тает на вашей руке. Я вот наношу, он очень пигментированный, и когда я сюда лажу кисточкой, то он осыпается, потому что он очень мягкий и деликатный. Румяшки средней консистенции, что-то среднее между бронзером и хайлайтером, и они немножко переливаются, да, с таким легким шиммером. А бронзер матовый. Так, сейчас я вам покажу получше бронзер, чтобы вы видите. Но он крутой. Я оставлю ссылки, где я показывала на себе, тестировала продукты от Evelyn Cosmetic. Поэтому присмотритесь, если вы еще не купили, не попробовали эту вещь, присмотрите, потому что бюджетная стоящая вещь. Следующее, летом я прям постоянно обращаюсь к этой моей чудесной баночке Метеорита от Guerlain. У меня там уже, кстати, не только сами шарики, но и вот эта пыльца набралась, которая так и нужна. У меня в оттенке 3 медиум. И сначала я хотела во втором оттенке, но подумала, что мне будет светловатый и правильно сделано, потому что третий оттенок мне подходит идеально. И эти Метеориты действительно продают сияние кожи, здоровый вид, такой холеный вид, дорогой. Я не знаю, как еще описать, но они действительно работают. Сначала я первый раз этого не замечала, но сейчас я вижу, как моя кожа светится. Особенно в тендеме с вот этим BB кремом, потому что он дает такой подсвечивающий тоже эффект. Вот, и последние два продукта для глаз, которые сегодня тоже у меня на глазках, как вы видите, необычные яркие стрелочки. Это москлеп моего лета, просто я очень часто использую. И это вот такая штучка, лайнер NYX Violet Bright. В таком вот цвет, как на глазке, так и в упаковке. Это такой нежный пастельный зеленый цвет. Пастельный зеленый цвет. Потрясающе. Я вообще не люблю зеленый, но вот такой цвет мне очень нравится. Он такой приглушенно-матовый. И он очень стойкий. Он нереально стойкий. Его даже сложно смыть мицелляркой. То есть вечером мне нужно потрудиться, чтобы смыть макияж. И тушь для глаз, которую я выиграла в конкурсе Volume Glamour Push Up. Девчонки, это потрясающая тушь. Она дает взмах просто, взмах ресницы, но она не синяя. Если я ее увижу, я ее куплю 100%. Вот такая щеточка. Ее нужно вот так делать, чтобы много не набрать продукта, потому что ограничитель достаточно широкий. Но она, кстати, пахнет приятно. Вообще крутая штука. Wonder Black оттенок у меня. Несмотря на то, что срок годности у ней подходит к концу в этом месяце. Как я уже говорила, мне отправили немножко такую просроченную тушь. Ну, не совсем просрочен, но, в общем, это потрясающая тушь. Это самая-самая моя любимая. И когда мне нужно быстро накраситься, чтобы долго не вытягивать ресницы, я использую именно ее. Вот, на этом были все мои фавориты. Масхевы лета. Все, что я любила, тестировала и активно использовала на себя. Если вам видео понравилось, поддержите меня пальчиком вверх. Если вы еще не подписаны, то кнопочка подписаться есть внизу. Всех целую. Всем пока-пока.